Для чего нам нужны перчатки? Во-первых, перчатки нам нужны для того, чтобы мы защищали себя, свои руки от попадания микробов, грязи, инфекции. Также мы защищаем клиента. Клиент, когда видит, что вы в перчатках, он более к вам расположен, он понимает, что вы надели перчатки, что вы его будете обрабатывать одноразовыми перчатками, и он не получит никакой инфекции от вас. Люди, мы все разные, у нас сейчас коронавирус ходит везде, поэтому мы защищаем. Но кроме этого всего, мы еще не касаемся пасты руками, потому что наши руки, они жирные. В наших пальцах всегда есть жировая прослойка такая, жировая текстура здесь есть, потому что отпечаток на стекле делаете, и он всегда жирный, и сложно его еще и отмыть. Поэтому паста у вас не соприкасается с пальцами, и естественно, она к перчатке будет прилипать, а к пальчикам может не прилипать паста. Ее сложно убрать с пальцев. Вернее, наоборот, она отсоединяется от пальцев и отлепляется. Она, когда вы делаете срыв, у вас паста не может зацепиться за пальцы, если без перчаток. Но я даже не обсуждаю эту тему, я даже не хочу говорить про это. Мы работаем только в перчатках. Защищен клиент, защищены вы. Перчатки еще защищают нас от инфекции, которая может быть на половых органах. Даже если вы протерли, обработали, у женщин есть слизистая. Эта слизистая может вытекать из логалища. Поэтому первое, что нужно, это тампон должен быть обязательно у женщин. Маленький, слабенький, самый-самый тоненький, не обязательно. Он должен быть какой-то там. Тонкий, просто тампон, чтобы не было влаги. Потому что из женщин выходит слизь женская. Женские белые, женские выделения. У всех по-разному. У всех, у кого-то более обильно, у кого-то более слабенько. Поэтому мы, чтобы пальцами нашими, мы же не будем туда залазить нашими голыми пальцами, кому-то глубоко туда. Тем более у женщин очень близко находится все, что там. Важные, важные. Не буду сейчас озвучивать ничего. Чтобы нам пальцами туда не залазить голыми, инфекцию на сайверке не набирать, значит, и чтобы женщина чувствовала, что все-таки все безопасно, мы для этого одеваем перчатки. Еще может быть инфекция в виде трихомонад. В виде женских, ну, человек может хоть чем болеть венерическим, правда, вы же не знаете. И даже и не все могут сразу это узнать, что что-то есть. Что, в первую очередь, вы должны заметить, если у клиента есть подобные какие-то инфекции. В первую очередь, трихомонады пахнут. Они пахнут неприятно. Они пахнут, ну, кому-то селедкой, кому-то еще чем-то, ну, какой-то рыбы, запах, рыбий запах. Он немножко неприятный такой. Это микробы. Микробы вырабатывают вот такой запах, он получается. Не очень удобно работать. Не очень приятно работать. И, что самое интересное, мне недавно сказали, что нельзя говорить об этом клиенту. Ну, я думаю, вежливо можно было бы намекнуть, потому что ну, это этично, ну, неэтично как-то, да, с одной стороны. И с другой стороны, я не знаю даже, как правильно. Можно было бы сказать, что вам бы, я бы посоветовала вам, допустим, да, провериться, проверить на инфекцию. Она скажет, что как вы определили? А я скажу. А что я скажу? Скажу, у вас, возможно, пахнет. А они скажут, что вы что? Откуда у меня может это быть? Да, у меня чистые может, да и я сама, сама святая девушка. Но вы должны понимать, что, значит, не надо говорить, вы работаете в перчатках. Вы можете надеть сверху еще одни перчатки. Не обязательно об этом говорить клиенту. Ну, вы можете это сделать незаметно, просто надеть еще одни перчатки. На всякий случай. Ну, чтобы, я вообще не знаю, не операцию вроде мы делаем, да, и они через, как бы не передается через руки, это ничего. Ну, кто его знает, что вы сейчас, может быть, пойдете в туалет там или еще что-то. Ну, я не знаю, возможно, да, это все приносится только половым путем и только глубоко-глубоко. Но вы работаете все равно в перчатках. Однозначно. Вы сверху перчатки еще обрабатываете средством специальным, чтобы все микробы убить на руках и на перчатках тоже. Надо это сделать обязательно. Смотрите, вы делаете бикини глубоко, там волосики растут глубоко, прям вокруг влагалища. На губах глубоко, внутри они растут складочки, там на слизистой прям растут волоски. И вы просто пальчиком туда прям заходите, и у вас это и слизь, это может быть и выделение, могут быть все на пальцах. Хоть вы и протираете, хоть вы и присыпаете. У меня одна клетка есть, у которой всегда влажно, всегда влажно внутри. У меня никак паста там не засыпляется даже. Я подсушиваю, я притальковываю постоянно. Но как только я начинаю пастой проводить, у меня заворачивается паста и скатывается, и не прилипает вообще там никак. Поэтому есть клиенты, у которых вы почувствовали запах. Как быть? Как быть? Наверное, каждый по-своему поступит, если кто-то знает про это, а мастера должны это знать. Вы спокойно работаете. Если это более близкий человек, которому вы можете сказать, лучше ему намекнуть. Слушай, а ты недавно сдавала на инфекцию? Мне кажется, что у тебя может быть инфекция. У тебя такой своеобразный запах тут, что напоминает на инфекцию. Не надо говорить трихомонады, три персифильс. Просто скажите, мне кажется, что может быть, а вот не мешало бы сдать тебе анализ все-таки. Просто провериться. Ну, для твоего здоровья же. Вы работаете с перчатками. Да, вы сделали свое дело и выкинули все это. Во-первых, запах неприятно работать. Это правда. Это правда. Вам надо обязательно одеть маску. Если вы работаете без маски, вам надо одеть маску. Потому что это неприятно. У меня один раз девочка, ученица была. И пришла модель. Полная женщина. Ну, мы делали ей классику. Естественно, ученицу на базовом курсе учатся только классики. Она легла. Ножки у нее плотненько, она полненько была женщина. И когда мы стали ее обрабатывать, она попросили развернуть ноги, ну, чтобы чуть-чуть обработать. Вокруг ног. Вокруг. Все вокруг. И убрать немножечко, чуть-чуть между ног. Волосков. И когда она раздвинула ноги, там... Мы так обе, наверное, я не знаю, заметила. Я увидела просто, что моя ученица просто так назад отшатнулась. Ну, слегка, конечно, не сильно заметно, но я это заметила. Я услышала этот запах Яна, скорее всего, тоже. Поэтому мы ей ничего не стали говорить. Вообще. Мы просто... Я ей сказала, слушай, мы же забыли с тобой маски одеть. Это было еще тогда, до карантина, когда и маски никто не на себя берет. Надо же при работе маски одевать. Я забыла тебе сказать. Хотя, ну, это дело, наверное, каждый сам думает, надо их одевать или не надо. Не все могут в маске работать, не все могут дышать через маску. В общем, мы одели с ней маски обе. Переглянулись так между собой. Потом, когда мы уже сделали процедуру клиентки, она ушла. И потом я только ей объяснила, что ты поняла, да, что запах? Она говорит, да. Пахло сильно. Я говорю, это не мытое тело. И это не... Ну, не мытое тело даже оно не будет пахнуть. Ну, оно будет... Другие запахи будут. Ну, как правило, все женщины на процедуру приходят мыть подмытые, чистенькие. Ни у кого запаха нет. Вы не бойтесь, думая, что если вы делаете бикини, что у вас будет бешеный запах. Нет. Не будет запаха. Чистенько все будет. Нормально будет. Даже, наверное, белье больше оставляет запахи. На белье могут оставаться запахи, чем вот на теле. Вы помылись, пришли к мастеру, да, поставили тампон. Кто-то дома вставляет, кто-то сразу у меня. Может, в туалет пойти здесь у меня. Вот. И все нормально. Может, с тампоном бы и не было запахов. А без тампона вот запах был. Два или три раза у меня попадались такие девушки, у которых был запах. Я не говорила ни о одном, ни о втором случае. В первом случае я еще не знала. Я когда спросила у... У меня рядышком работали со мной акушерки. Не акушерки, даже. Гинекологи. Гинекологи девушки. Я спросила у медсестры. Я говорю, слушай, ну вот я удалила ей все волосы. А запах остался. Да, он был не такой выраженный, но он остался, этот запах. Как ты думаешь, что, как быть? Она говорит, так у нее трехомонады. Надо было... Это наш клиент, она сказала. Я говорю, а вот как вот я должна ей сказать про это, что это ваш клиент? Что она должна пойти к вам, сдать анализы? Что? Ну, что-то она мне там... Так, что-то невнятное ответила. А когда ко мне пришла еще одна девушка обучаться. Она была, наверное, подкована в этих делах, я так думаю. Она мне сказала, что вы не имеете права говорить клиенту, что у него инфекция какая-то. Потому что, во-первых, анализы вы не взяли, вы не знаете так это или нет. Может, это не правда, а вы тут человека сейчас баламусите. Что нельзя. Нельзя. Это неэтично, неприлично. Что там еще, как правильно сказать, я не знаю. Я подумала и решила, что, может быть, правда. Может, ничего и нету там. Может быть, это так чисто мое, такие какие-то умовозрения. Может, у нее пахнут так ее... Железы, скажем так, да? Ее выделения, может, так пахнут. Ну, в общем, вы должны знать, что если пахнет сильно рыбой, это ни с чем не сравнить. Просто выделение... Ну, может, там легкий какой-то быть запах, но не рыбой. Не селедкой, не рыбой, не чем-то вот таким рыбьим запахом. Его не должно просто быть. Поэтому вы должны понимать, что кто-то защитится еще раз, кто-то обработает еще раз. Все по-разному реагируют. Мы не венерологи же, мы же не можем лечить это. И мы, значит, не должны еще про это говорить. Поэтому я не знаю. Наверное, у всех по-разному это. Ну, что еще? Что еще я хочу сказать? Перчатки это важно. Клиенту важно, вам важно. Вы защищены оба. И паста хорошо отлипает. Прилипает, кстати, паста к перчаткам хорошо. Поэтому, когда вы ее срываете, у вас она хорошенечко висит на пальцах. А не отлепляется от пальцев и от руки и от отсюда. Бывает, от пальцев отлипится у вас, а паста останется на клиенте. Поэтому перчатки обязательно. Продолжение следует.